Новостные источники вновь трубят о многочисленных атаках кибермошенников на территории Беларуси. Преступники выдают себя за известные интернет-магазины, компании и сервисы. Огромное заблуждение, что на удочку попадаются неискушенные пользователи. Мошеннические схемы ежегодно усложняются и усовершенствуются, поэтому не всегда удается распознать угрозу и предотвратить преступления. С начала года на территории области наблюдается увеличение числа зарегистрированных киберпреступлений. Всего в области зарегистрировано около 2000 преступлений в сфере киберпреступности, что на 22% выше аналогичного периода прошлого года. При двери праздников уровень преступности, связанного с мошенничеством в сети интернет, увеличивается. При двери праздников уровень преступности, связанного с мошенничеством в сети интернет, увеличивается. Так, в настоящее время мошенники в социальных сетях и на различных торговых интернет-площадках регистрируют множество аккаунтов по продаже новогодней продукции с огромными скидками. Не переведите денежные средства в качестве предоплаты или полной оплаты товаров. Просите отправителя посылки, направить посылку на ложный платежок, чтобы у вас имелась возможность оплатить товар при его фактическом получении. Одной из жертв современных мошенников стала девушка, которая недавно переехала в город Брест. В поиске комфортного жилья она угодила в руки сетевых аферисов-риэлторов и добровольно перечислила денежные средства, не подозревая, что станет героиней новостных сюжетов о киберпреступниках. Я переехала с другого города, сняла квартиру на первое время, ну, дороговато, но я на пару месяцев буквально потом начала искать подешевле вариант. Я открывала разные сайты с объявлениями о аренде квартиры и наткнулась на одну из них, написала девушке Viber, и она сказала, для того, чтобы именно мне досталась эта квартира, я должна скинуть ей предоплату за месяц. На карту. Она мне даже свой паспорт, чтобы я точно доверилась ей. Я доверилась. Скинула реквизиты, они сходились с паспортными данными. Затем она мне отписала, что не получится сдать мне квартиру. Я написала, почему. Она сказала, что сестра сдала знакомую. Говорю, что будем делать. Она сказала, что завтра муж оформит перевод через Альфа-банк. Хорошо, я ждала уже завтра, но я уже понимала, что вряд ли мне поступят эти денежные средства. Я написала, что я буду обращаться в соответствующие органы. И ночью она удалила этот диалог. На утро я проснулась, диалога уже не было. От меня сообщения были, так как в Айбере переписывались. От нее уже все удалено было. Важно, чтобы каждый человек чувствовал ответственность не только за свою безопасность, но и за безопасность своих близких. Нередко жертвы рассказывают о том, что, воспользовавшись советами знакомых, выбрали те или иные услуги и угодили в неприятную ситуацию. Молодой человек из Бреста захотел сделать сюрприз подруге в день рождения, воспользовавшись услугами доставки цветов. Но цветов в свой праздник именинница так и не дождалась. У подруги было день рождения, давно с ней общались. Хотелось сделать приятное, подарить цветы. Искал разные способы, так как живет она в Столине. С нашей города доставка тогда была невозможна, хотя сколько магазинов бы я не искал. Все говорили, слишком далеко, доставка невозможна. Начал искать по всяким сайтам. Нашел в Инстаграме, там где и знакомые были подписаны на канал. Поспрашивал у них, все говорили, да, заказывали, все приходило. Написал, все было хорошо изначально. Написали, сколько будет стоить, цветы какие, разный прайс поскидывали. Все было нормально. Скинули именно через Ерип оплату, 150 рублей, первая оплата. Ну, как бы за цветы вроде бы нормальная цена, тем более букет большой, 57 рот, что-то такое было. Было все хорошо. После чего, прошел день-два, мне скидывают именно ссылку на оплату самой доставки. Все было нормально. Через час мне на карту пришло то, что у вас блокирована карта. Я был очень удивлен, начал списываться именно с ними. Там какая-то проблема, все мы вернем. Ну, хорошо вернем, мы сейчас подъедем в Брест, все вернем, давайте встретимся там-то там. Естественно, что никто не приехал, никто ничего скидывать не собирался. Чтобы помнить, как бороться с кибермошенниками, важно постоянно изучать новые векторы атак. Сотрудники Управления внутренних дел активно изучают проблему существования киберпреступлений и занимаются информированием населения. Преступные схемы совершенствуются каждый день. И перед тем, как инвестировать в свои накопления, тщательно проверяйте сведения о выбранном интернет-ресурсе. Мошенники используют схему кражи аккаунтов пользователей мессенджера Телеграма путем рассылки сообщений с просьбой поддержать голосом участника конкурса. При переходе по такой ссылке на сайте для голосования абонент попадает на фейковую страницу для авторизации. А после ввода своего абонентского номера и кода для подтверждения пользователь теряет доступ к своему аккаунту. При получении подозрительных сообщений или предложений свяжитесь по телефону с отправителем и уточните, не взломали ли его аккаунт. Развитие социальных сетей и удобство выполняемых операций с мобильного устройства и персонального компьютера во многом облегчают нашу жизнь. Но важно помнить о правилах цифровой гигиены и не доверять малознакомым людям. Я Нина Даниленко, Дмитрий Литвинюк, Олеся Столярчук. Новости Бреста.